3 сентября в Рыбинском драмтеатре состоялась пресс-конференция по случаю открытия нового театрального сезона. На ней присутствовали депутаты Ярославской областной думы. Депутатам пришлось сложить немало средств из областного бюджета на развитие театра. Рыбинский драматический театр является муниципальным учреждением. Если бы это был областного значения, было бы намного легче. То есть правительство области бы намного легче шло на встречу, потому что это именно областного значения. Рыбинск занимает одно из первых мест по России по посещаемости городских театров. Сейчас в городе два театра – драматический и кукольный, но городу их содержание обходится весьма дорого. Нашему городу очень тяжело содержать вообще, скажем, оба театра. И уже сегодня говорим о том, что необходимо оба театра переводить на финансирование субъектов федерации. Потому что это будет легче, да. То есть мы хотим за аналог взять ту ситуацию, которая сегодня есть в образовании, ну, скажем, за образец. Несмотря на помощь театру со стороны депутатов, финансирования театру недостаточно. Нынешние здания театра, построенные в советское время, нуждаются в капитальном ремонте. Однако, по мнению директора Ирины Петровой, лучшим вариантом было бы строительство нового здания. И, конечно, мне хочется, чтобы через 10 лет у нас появился новый театр. И мое убеждение, что дешевле сегодня построить новый, чем вкладывать в то, что имеется. Новое здание планируется возвести к 2025 году, когда театр отметит свое 200-летие. Поскольку сейчас театр не имеет статуса областного, деньги на его финансирование удается вбивать с трудом. Руководство театра надеется, что в скором времени театр удастся перевести в ведение администрации Ярославской области. Недавно в театре был сделан ремонт в гримерных. Условия работы для рыбинских актеров стали более комфортными, чем были ранее. Очень нам нравится ремонт. У нас стало светло, у нас наша маленькая комнатушка стала большая-большая, светлая и светлая. В связи с ремонтом со стены исчез автограф, некогда оставленный Евгением Евтушенко, когда он бывал в наших краях. И хотя условия актеров стали значительно лучше, их еще недостаточно для полного удобства. Самое главное – это у нас гримировочные столы и нормальные зеркала, которые нам нужны. Новый, 191-й сезон открывается 4 сентября премьерой пьесы «Дураки» по произведениям Антона Павловича Чехова. Три блестяще рассказанные классиком истории соединены в искрометном спектакле Олега Куртонидзе. Герои пьесы, как и герои других чеховских рассказов, попадают в нелепые и комические ситуации. Название пьесы выбрано не случайно. Несмотря на благие намерения персонажей, обстоятельства, возникшие у них, превращают их в неугомонных дураков. В некой провинциальной гостинице города Н проживают вот эти вымышленные персонажи, которые очень реалистично выясняют между собой отношения, стремятся добиться своих целей и задач, и ведут себя достаточно напористо. И когда это переходят всяческие границы, договориться они толком по-человечески так и не могут. Хотя хиппиэнд неизбежен. В Рыбинске режиссер увидел ту неповторимую атмосферу, которая окружает героев чеховских рассказов. Их легкий, но противоречивый провинциальный характер позволяет рыбинским зрителям узнать себя в каждом из них. Но если он на спектакле вдруг вздрогнет и задумывается, боже мой, я же себя точно так же веду, да? Какой я дурак. Это уже будет хорошо. В скором времени Рыбинский драмтеатр уезжает на гастроли в Чебоксары и Йошкаралу. Но здание театра пустовать не будет. В Рыбинск приедут труппы из других театров страны. Рыбинский драмтеатр уже сейчас ждет своих гостей и зрителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова